всем привет ребята сегодня посмотрим с вами на шину компании данлоп моделька sp sport fm 800 немного расскажу про компанию данлоп изначально она великобританская сейчас основная часть ее акции принадлежит шинному концерну гудьер малая часть акции принадлежит концерна бриджстон соответственно делается эта машина эти шины данлоп основном на заводах гудьер и бриджстон которые расположены сша в японии в таиланде также у бриджстона уже существует завод в ульяновске и соответственно эти шины могут быть и производства российского но не так уж и много их теперь по самой шине в размере 185 60 15 у нас она стоит 2 850 достаточно недорого для 15 размера и мы с вами видим рисунок здесь у нас асимметричный сейчас достаточно популярны много ламелей достаточно неплохой зацепу этой шины давайте посмотрим что у нас написано на боковине где у нас она сделана вот в этом таиланд данная шина сделана грубо говоря в азии в таиланде посмотрим сейчас какого года у нас это шина года она у нас получается 15 37 неделя пятнадцатый год еще тут такое интересное такой интересный момент то что здесь есть вот индексы 3 2 attraction температура но не стоят значения не знаю почему они не стоят на этикетки также их нету которая клеится машину вот ребят этикетка у нас нету значение индекса 32 износа стойкости если кто-то знает ребята почему напишите в комментарии а так у нас это шина индекс нагрузки 84 индекс скорости h h это до 210 километров в час а индекс нагрузки 84 это 500 килограмм на колесо 500 килограмм на колесо нагрузка соответственно четыре колеса у нас идет две тонны видим также на боковине у нас inside написано и аутсайд с той стороны это нам говорит то что рисунок асимметричный ребята давайте сразу померяем глубину протектора моим аналоговым штангенциркулем видим семь с половиной миллиметров примерно также у нас здесь есть такие вот индикаторы износа до которых шина стирается потом уже рекомендуется шина менять с боковины ребята если вы хотите их найти ищите вот такие значения они разные где-то треугольник где-то капля у каждого производителя ну в принципе примерно одинаковые но у некоторых производителей есть разные эти обозначения так что учите на боковине если хотите найти где эти расположенные индикаторы вот такой значок на боковине ребята так давайте взвесим эту покрышку весит она у нас девять килограмм 300 грамм ну средний показатель для размера 185 60 15 итак кому бы я посоветовал приобретать такие шины в принципе цена недостаточно большая при этом мы имеем достаточно жесткую покрышку есть у нас тут еще небольшой отбойник сама по себе она достаточно жесткая боковина тоже не совсем мягкая в принципе нормально я думаю будет держать удар достаточно неплохо сейчас мы с вами еще посмотрим из скольких частей сделано резина сделана одна одна часть полистели две части стальной проволоки одна часть полимайда боковина сделана из полистели вот это а эта часть сделана из четырех компонентов вот и так кому советую я эту шину как вы можете видеть достаточно неплохой зацеп есть много ламелей разрезных на ней можно принципе и съехать куда-то ну естественно никогда там грязь по щиколотку ну нормальные более менее условия из-за того что она достаточно жесткая она будет прилично приличное время ходить я думаю где-то 50 60 тысяч она должна пройти в нормальном цикле использования а не когда там со светофора шлифуем единственный минус возможно который будет это на скоростях возможно она будет шумная потому что резина жесткая и доказана практика в принципе что жесткая резина в основном своем на в основной своей части она может шуметь по трассе а так ребята по городу куда-то поехать на рыбалку там по грунтовке достаточно жесткая шина сведены к минимуму у нее пробоя сто процентов и грыжи вряд ли на ней будут появляться от больших ям потому что резина достаточно жесткая будет хорошо держать удар но вот единственный минус возможно будет шумная а так ребята за свою цену вот этот размер 185 60 15 за 2 850 достаточно неплохой вариант так что ребята советую в принципе хорошая импортная шина плюс может делаться и в японии и в таиланде и в сша можно найти где шина произведена а так и в россии будет проскакивать сто процентов но надеемся что в россии будет делать не хуже ребята так что так да вот спфм 800 неплохой вариант для передвижения по городу и куда-то выехать там на рыбалочку или за грибами хорошую погоду по трассе может шуметь ребята все в принципе всем спасибо за просмотр если понравилось видео ставьте лайки пишите свои комментарии всем удачи всем спасибо всем пока а